Браться за старое с новыми силами, быть удивленным, давно надоевшим. Многие знают его как прекрасного режиссера и бессменного художественного руководителя театральной студии Винновской школы номер 7. Но Андрей Коршунов еще и талантливый поэт. Его стихи говорят, они глубоко лиричны, они говорят вот о моем, о том, что у меня здесь. Собственно, это главная примета лирического стиха. Своё первое стихотворение Андрей написал в 11 лет, посвятив его однокласснице. С тех пор стихи стали неотъемлемой частью его жизни. Для меня стихотворение – это как некая формула, маленькая формула какой-то эмоции или события, когда в нескольких строках я открываю бездну смысла. Сборник стихотворений и прозы под названием «Вершки и корешки» – первая книга Андрея Коршунова. До этого поклонникам его таланта приходилось наслаждаться прекрасной поэзией лишь в социальных сетях и на собраниях литературного объединения «Акцент». У меня здесь несколько разделов в книге – стихи, стихи о детстве, о любви, о доме, о саде. Я тут даже поместил рассказы, рассказы, воспоминания о моём детстве и даже пьесу. Из-за сложной эпидемиологической ситуации презентацию книги пришлось провести скромно. Поздравить с выходом сборника в историко-культурный центр пришли самые близкие друзья и коллеги поэта. У Андрея много самых разных способностей. Некоторые он ещё будет обязательно развивать. Вот как драматург, мне кажется, он ещё себя в полной мере не явил. Но у него есть вот такая уникальная способность – детского взгляда на мир. Очень хорошо, что написал и оформил, очень красиво. И здесь вершки и корешки просто замечательно, да. Сначала корешки, а потом вот такие вершки, которые, надеюсь, понравятся нашим читателям. Какие-то стихи понимаешь, какие-то потом поймёшь. Но вот когда читаешь вот стих, вот сам Андрей Валерьевич читал, как-то это изнутри всё шло. Горжусь, что живу в одном городе с таким творческим, ярким, неординарным человеком. Он учит наших деток понимать слово, думать над каждым произведением. И уже нам, родителям, не нужно заставлять детей учить стихи или как-то эмоционально выражать их, а не сами. Поэт Андрей Кошинов черпает вдохновение во всём, что его окружает. Порой даже самые обыденные вещи могут натолкнуть на создание по-настоящему глубоких философских стихотворений. Я увидел плющ из окна и написал про плющ, сравнивая его тоже со своими эмоциями. Когда плющ находит опору и благодаря людям может жить. Музык Андрея Кошинова по его собственному признанию приходят почти каждый день. Да и за годы писательства накопилось множество неизданных стихотворений. А значит, вполне возможно, вскоре мы увидим и вторую книгу поэта. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.